Всем привет! Машина времени запущена, значит мы, как обычно, отправимся по самым интересным событиям этого дня. Сегодня во всем мире отмечают Международный Олимпийский день. Именно 23 июня 1894 года отец современного олимпийского движения, французский барон Пьер Декубертен объявил о создании крупнейшей спортивной организации мира Международного Олимпийского комитета. В этот день национальные подразделения проводят различные культурные и образовательные мероприятия, нацеленные на пропаганду спорта. Кстати, до 2020 года девиз Олимпийских игр звучал как «быстрее, выше, сильнее». Однако перед играми в Токио его было решено поменять, было добавлено слово «вместе». Однако, вопреки этим словам, Международные спортивные федерации перестали допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. В России свой праздник сегодня отмечают музыканты-народники. Это день балалайки. Дату выбрали не случайно. Считается, что 23 июня 1688 года этот национальный инструмент впервые был упомянут в официальном документе. Однако некоторые ученые до сих пор спорят о ее происхождении и сомневаются, что инструмент русский. Но то, что он народный, это бесспорно. Кстати, изначально трехструнка называлась балабайкой. Слово происходит от глагола балагурить, то есть веселиться. Отсюда главная функция инструмента – развлекать и веселить людей. Мало кто знает, что на свете существует целых пять балалайк. Прима – самая маленькая, затем секунда, альт, бас и контрабас почти до двух метров длиной. Но самая большая 12-метровая балалайка – это памятник, который находится в Хабаровске. За свою историю балалайка многое повидала. Ее даже запрещали и сжигали. Однако это часть нашей культуры, которая пользуется признанием в мире. Считается, что вторым по популярности сувениром из России является именно она. 47 лет назад на Колыме был найден мамонтенок Дима. Это произошло в долине ручья Киргилях. Бульдозерист старательской артели обнаружил в толще мерзлого грунта тушу малыша. Директор прииска имени Фрунзе немедленно сообщил о находке в Магадан. Тогда геолог и директор северо-восточного комплекса в Ании Николай Шила оперативно собрал группу специалистов для охраны мамонтенка. До их приезда старатели сохраняли его, накрыв брезентом и обкладывая льдом. Через несколько дней в Магадан прибыла группа ученых из крупных институтов. Здесь же провели первоначальное изучение мамонтенка. Позже мерзлую тушу поместили в специальный железный ящик с толстым поролоном и доставили в Ленинград в зоологический музей. Находка сразу стала мировой сенсацией, так как еще никогда и нигде не находили ископаемое животное такой величины и сохранности. Конфуций говорил, если ты ненавидишь, значит тебя победили. Так вот сегодня стоит забыть все старые обиды. 23 июня отмечается «Let it go day» или «День без обид». Психологи говорят, что для счастливой и удачной жизни нужно уметь отпускать негативное прошлое. Сказать, конечно, легко. И, кстати, вот на какую хитрость однажды пошли психологи. Участникам эксперимента предложили вспомнить всех, на кого они таят обиду, и написать имена этих людей на картофелинах. Под занавес им раздали пакеты, чтобы каждый мог сложить в них свою картошку. У некоторых, надо сказать, пакеты получились довольно тяжелые. Дальнейший эксперимент состоял в том, чтобы таскать их с собой в течение недели, куда бы они ни пошли. Через неделю выяснилось, что большинству участников эксперимента быстро надоело заниматься этой ерундой. И они выбросили кулек с картошкой. Вот это и есть та тяжесть, которую мы постоянно носим с собой. Прощай врагов, заводи друзей и отмечай праздники. Увидимся в следующий раз в Машине Времени.